Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! У нас сегодня четверг, на улице никого, ни машин, ни людей. Сегодня выходной, Витя дома, Мирончик дома. И Витя предложил, говорит, поехали сразу с утра в бассейн, поплаваем, расслабимся. И я понимаю, что я бы с радостью, мне так хочется поехать в бассейн. Но мне надо смонтировать ещё одно видео, потому что мы уже в воскресенье улетаем, и мне не хочется накапливать в дорогу. И я люблю быстренько всё сделать, отдать. И поэтому бассейном я пожертвую сегодня. Может быть, после обеда поедем. Я решила начать день с чего-то приятного, прогуляться, подышать. И бонусом то, что на улице вообще никого нет. У нас уже 7 часов утра, проснулась я в 5.20, и я уже проголодалась. Поэтому взяла с собой грушу по пути, позавтракаю. Сейчас пока гуляла, записала сообщение в телеграм-канал, и это максимально удобный формат, что ты просто говоришь, что ты хочешь, рассказываешь какие-то текущие события, и тебе не надо в какие-то временные рамки укладываться. Просто вот оно идёт потоком, и ты говоришь. Спасибо вам, девчонки, что вы меня надоумили завести ещё и телеграм-канал. И ютуб вообще, это моя любимая основная социальная сеть, которую я активно веду. Здесь я прям выкладываю каждый момент времени наш. Это очень хороший архив для нашей семьи тоже. Где мы были, наши путешествия, наши будни. Как Мирончик растёт, какие у нас события в жизни происходят. Мирон, кстати, на днях просил посмотреть видео с прошлого лета, с Калининграда. Ему было очень интересно. Он говорит, мам, давай посмотрим. И он прям несколько видео подряд посмотрел. И даже за год можно увидеть, как мы поменялись, как Мирончик вырос, и что время не стоит на месте. У меня на завтрак варится паста. Нарезала салатик и готовлю томатный соус. Помидоры, чеснок и паприка зелёная. У меня даже лука не было. Посолила. Вот такой у нас сочный завтрак получился. Паста с томатным соусом и свежий салатик. А во что вы тут играете, кстати? Вот, мама. Рвёте эти бумажки и загружаете грузовик? Да. А вот здесь я, например, выжигают мусор. Сейчас приехали в пары-бога к ним, к маленькой машинке этой. Я смонтировала видео. Ура! Слава богу, мы скоро поедем в бассейн. У нас экспресс-обед. Тофу обжарилась с соевым соусом, свежие овощи, наш домашний хлеб на закваске и чай заварила. По набору игрушек у Мирона в руках. Никогда не догадаешься, куда он едет. Даже гитару и зонтик с собой взял. Мы решили расслабиться, провести последние деньки все вместе и поехать в бассейн. Уже давно мы не были в бассейне, все болели. Наконец-то выздоровели и можно покупаться. Мирон обожает бассейн. Почему не в тот бассейн? Мы же всегда ездим в один и тот же, в Хильден. Там, где горочка. А ты думал, в какой? А я думаю, в тот, где на улице. А, нет, ты что, на улице там очень холодно, там ледяная вода. А в Хильдене теплая вода. Сегодня даже парковку трудно найти. Там, наверное, столько людей в бассейне. Мы нашли, наконец-то, место и идем купаться. Что-то тут выглядит, как будто бы даже не запускают бассейн. Нормальные билеты распроданы, надо теперь онлайн покупать билет. Папа наш купил нам билеты, и мы зашли, наконец-то. Ура! Мы в бассейне. Здесь, конечно, вообще народу так много. Надеюсь, что со временем будет становиться меньше. Мы пришли перекусить немножко. Мирон так классно купается, ныряет. Народу пока меньше не становится. Мирон, рюкзачок твой. Как мы хорошо накупались, наплавались, расслабились. Водичка очищает, обнуляет. Супер! У Мирончика мороженое после баньки. Мирончик просто визжал от счастья. Он так хорошо плавает, хотя мы его не учили. Он сам научился. И под водой, и с каждым разом он все дольше и дольше задерживает дыхание. И как он только там не нырял, и видно было, что ему прям было классно. А в этом морожене в палочке жвачка. Вот. Да, прям даже пахнет жвачкой. Дошел до жвачки, да? Твердая. Твердая сильно. Мы уже готовить не хотим, а кушать хотим. Поэтому заедем в пиццерию нашу. Мы в этот раз заказали с ананасом. Это моя любимая раньше была. Только мы ветчину попросили убрать. И маргарита. Эта пицца с ананасами такая сочная, такая вкусная. Сегодня идеальный выходной наконец-то. Вкусно покушали, накупались. И пойдем дальше отдыхать. О, у нас выбрасывают вещи. Наверное, шпермир будет. Да, Мирон? Тут у свои стульчики. Кстати, обивку можно просто поменять, а стулья классные. Мы посмотрим еще немножко черепашки-ниндзи и пойдем спать. Доброе утро, друзья. Я уже сижу на лавочке в лесу. Проснулась сегодня рано в 5.30. Сейчас время 6.30. Я уже гуляю. Сегодня у нас пятница. Никому никуда не надо. Все дома. Не знаю, думаю, что начну сегодня собирать чемодан. Хотя улетаю я в воскресенье. Но у меня такое здесь желание почему-то заранее собирать. Хотя обычно я всегда собираю там за несколько часов до отлета в этот же день я начинаю собирать чемодан. Посмотрим, как все сложится. У меня сегодня два дела таких оставленных. Либо начать собирать чемодан. И хочется еще немножко прибраться перед отъездом. Это тоже такое дело большое, энергозатратное. Занимает несколько часов. Посмотрим. Не хочу себя убивать уборкой. Сколько сделаю, столько сделаю. Потому что уставать мне сейчас тоже не хочется. Вот с таким видом я сижу. Водичка журчит. Птички поют. Тишина, спокойствие, лес. Красота. Сегодня вода такая прозрачная. Обычно дно не видно здесь. А вот сегодня тот редкий случай, когда можно посмотреть. Ладно, пойду дальше. Потому что Витя собирался еще на фитнес пойти. Он уходит на фитнес в 7. Сейчас полседьмого. Мне надо еще полчаса, чтобы дойти назад. У меня остается только сегодня и завтра. И все. Мы с Мироном улетаем в воскресенье. Поэтому у меня начинаются такие активные сборы. У нас на завтрак сегодня драники. Наш красивый вкусный завтрак. Я еще фасоль приготовила в томатном соусе. Свежие овощи. И драники обжарила. Витя с Мироном тут что-то построили. У них музыка. И что вы тут делаете? Играете? Классный такой домик. У вас домик вообще супер. Мы поехали в Лидл. Я хочу еще что-то докупить. Вкусную такую консерву, рыбку. Вот она в Лидл продается. Маме отвезти. Ну и так еще что-нибудь посмотрим. Потому что уже сегодня последний раз поеду в магазин. Может быть что-то возьму, чтобы в дорогу мы могли с Мироном приготовить, с собой взять. Ну и Витя закупится. Он остается. Ему продукты будут нужны. Она как моя ребенок. Я так заботюсь о нее. Ты ее даже пристегнул. Да. И она куда с тобой едет? В магазин. Вот овечка. Пиши ей вкусняшку. Да. Мы приехали в Лидл. Мирон себе пончики уже принес. С чем пончики? С вареньем? Уже свежие ягодки. Клубника еще. Даже все они местные, ароматные. И немножко черешни осталось. Хурма. У меня такое удивление. Как она тут вообще оказалась? Вроде бы не сезон. Уже первая хурма пошла. Евро 11 за одну штуку. Мирончик закупается со своей тележкой. Мирон, ты овечки купил все необходимое? Вкусняшку. Малину взял? Да. Все, мы закупились. Едем домой. Мам, я о них всю жизнь мечтал. Хотел попробовать. Первый раз пробую. Смотрите, сколько я съел. Вот. Ого. Последние два дня перед вылетом, я прям чувствую, что все, впереди дорога. Началась суета. Мы сначала Мирона тележку разберем. Да. Покажешь, что ты купишь? Да, смотрите. Вот. Кукурузные такие разноцветные палочки, да, цветочки. Да. А это вот. Пончики. Пончики. Такие здесь ваяния внутри. Комиксы вместе с кареткой. Видите? Да, Олег. Каретка. Видите, открывается. То есть, значит, что каретка. Дальше помидорчики мне. Это моя сумочка. Это моя. И вот. Какая маленькая. А там я еще крупнее. Ну, я не взял. Вот он у меня. Вот. Открылись. Физалис, да, тебе нравится? Да. Давайте я покажу, что это Физалис. Вот, вот. Вот такие ягоды. Вкусно, да? Да. Какое название? Мячик. Ух ты, прикольный мячик. В Германии будет проходить чемпионат Европы по футболу. И вот мячики, уже символика везде такая продается. Это все покупки, да, твои? Да. Ну все, тогда я буду свои распаковывать, хорошо? Да, хорошо. Вместе с Мироном покупками мы потратили 123 евро. Сейчас покажу, что мы купили. Жареный арахис, баночка меда, помидорки черри, помидорки черри. Взяли килограмм яблок, огурчик, голубика, нектарины, черешня, малина, абрикосы, авокадо, бананы и брокколи. Взяли вот такой хлебушек с сыром. Я взяла багет, потому что он прям теплый был. Всегда хотела попробовать французские блинчики. Они еще в каждой индивидуальной упаковке. Если что, можно с собой взять с клубничной начинкой. И вот такой чизкейк. Растительное масло две упаковки, сосиски, овсяное молоко, ополаскиватель для посудомойки и соль для посудомойки. Бумажные полотенца. И у меня два брата там и мама. Получается, три семьи. Я сделала такие маленькие мини-подарочки. Вкусняшку привезу с собой. То, что долго хранится, потому что это Витя повезет. Печенье, вафельки. Вот такие еще вафельки. Вот такие вафли в шоколаде. Тоже они там каждая в индивидуальной упаковке. Надеюсь, они хорошо будут храниться. И взяла вкусные консервы рыбные. Влидл. Вот эти вот самые вкусные. У них упаковка поменялась. Раньше я любила с Витей вот такие кушать. И сардины тоже. И вот такой мясной рулетик, потому что он тоже хорошо хранится. Долго может лежать. Нам пришло две посылки. Сейчас откроем, посмотрим. Моя подружка попросила меня привезти парфюм. Вот этот парфюм она мне попросила заказать. Она говорит, что классный. Сейчас посмотрим, что-то тут еще. Вау! А что это? Почему они нам положили это все? Целая куча пробников. Мы это не заказывали. Они нам что, это все в подарок положили? Здесь еще целая куча пробников. Наташа меня один парфюм попросила ей привезти. И вот такую косметичку тоже я ей отдам. А вот это вот, извините, но я скорее всего все себе оставлю. Я как-то даже без зазрения совести это оставлю. Я не ожидала, что здесь будет такой аттракцион щедрости, что столько всего нам подарят просто за парфюм. Это все подарок, представляете? Целая коробка. Маска для лица. Сухой шампунь. Натуральный дезодорант с запахом эвкалипта. Шампунь для волос. Очищающий мусс для лица. Натуральная зубная паста. Масло для тела. Тоник для лица. Витамин С плюс коллаген. Натуральный парфюм. Легкая эссенция для лица. Бальзам для губ. Сыворотка для лица. Сыворотка тоже для лица. Тушь для ресниц. Вот это не знаю, не разобралась. Написано глицерин. И такой же марки еще что-то. И резиночка для волос. Маска для глаз. Слушайте, ну это выгодно. Берешь парфюм на официальном сайте, и тебя заваливают подарками. И еще одна посылочка. Я маме заказала такую ванночку массажную для ног. Она такая компактная, хорошенькая. Потому что у мамы у моей больные ноги. Чтобы немножко она могла расслабиться и ноги помассировать. Я решила уже какие-то вещи начать складывать в чемодан. Принесла его и начну упаковывать. В эту часть чемодана я обычно складываю футболки, шорты, платья. И даже какая-то часть помещается Мирона вещей сюда. Но не в этот раз. В этот раз реально поместились только мои вещи. Что-то у меня уже как будто бы весь чемодан забит. И я не знаю даже, что мне теперь делать. Я еще не все положила. Нам теперь Мирона чемодан надо собрать. Слишком много у нас вещей для такого маленького чемоданчика. Вы знаете, вещи правда поместились. Но надо еще Мирона обувь куда-то поместить. Я на обед сварю нам супчик. Отправляю перловку в кипящую воду. Лавровый лист. Солю и оставляю минут на 10. На отдельной сковородке я хочу обжарить замороженный лук по рейпту. Потому что у меня обычный лук закончился, я забыла его купить. Этот лук я еще на своем огороде вырастила. И сюда же морковку. Добавлю чесночок. Добавила немножко томатной пасты. Можно закинуть картошку. Мне тут маринованные огурчики. Отправляю их к зажарке. Отправляю зажарку в суп. Пока супчик варился, я ягоды помыла. Летняя красивая картинка. Мой рассольник готов. Свеженький, только что с плиты. Все, чемоданы собраны. Можно немножко прилечь, посмотреть кино. Называется «Мысль о тебе». Тот фильм нам не понравился. Этот как называется фильм? Знакомство с родителями, да? Классный. Миронечек уже проснулся. Нам пришла посылка. Пришлось встать с дивана. Я еще жду джинсовую курточку. Надеюсь, это она. Нет, это не джинсовая курточка. Это штаны. Это просто такие белые штанишки на лето. Кстати, они очень классные. Ткань хорошая. И они комфортные. Нигде ничего не давит. Здесь вот резиночка. Прям супер штаны. У нас 7 часов вечера. На улице так тепло. Я замерзла. Я думала, холодно. Так всегда. В квартирах очень холодно. Хочется теплую кофту даже одеть. А на улицу выходишь. Здесь вообще тепло. Мирон на велосипеде, а мы пешком гуляем. Мы остановились поразглядывать тополиный пух. Он прям такой пушистый. Природа, да? Да, природа такое создает. Я пришла цветочками полюбоваться. Они такие красивые. Здесь столько пчелок. Я сделала автоматическую регистрацию на рейс. И за 50 часов тебе приходит посадочный талон. И сегодня уже пришел посадочный талон. Уже остается завтра последний денек. Послезавтра мы улетаем. Я посмотрела, что мы с Мирончиком сидим вместе. Все в порядке. Можно расслабиться. Уже практически все дела переделаны. Завтра, надеюсь, удастся отдохнуть перед дорогой, перед путешествием. И все. Можно сказать, уже на чемоданах. У нас такой пейзаж в небе, как будто бы сейчас что-то будет. Мы остановились на детской площадке. В 5 утра встаю. И сейчас полвосьмого. Я уже готова прям тут уснуть. Мирон, ты человек-паук? Мы через лесочек и домой уже. Там секундный песок. У нас дождик все-таки пошел. Смотрите, подписчики. Я сделаю такой куда-то. Меркушку сидяй, откуси, взять. Вот так вот обращу, дуй, поиск, дай. У меня такое усердное. Сидяй и потом ич, ич, и все. Самое лучшее, это проводить время с родителями. Он как-то что-нибудь скажет, да? С каждым годом все интереснее и интереснее становится. Матые годы! Мама? Да, сыночек. И вот так, князь, ненька, держи нее. Вот так возьми ее. Чтобы она, я сам, я сдаю, и много мне стану, но не дави, да? Да. Вот так не давить не надо. Вот так просто, аккуратно. Да, аккуратно. Хорошо. А ты что пока сделаешь? А я пока у меня и найду, что я ее не знаю. Вот нам. Ну все, это до нее пасти хватит. Вот. Вот так ее надо держать. Чтобы... Я беря много места. Да ей много места, ей много места. Вот так. Вот так. Закатное солнышко. Улитка, смотри, как тебе доверяет, да? Она вообще не боится. Мирончик, ты подарок получил. Да, давай я смотреть что-то. Ты смотри, один, два. Вау, смотри, сто рублей, которые раньше были дедушка принес. Откуда они у него? Это наш дедушка-сосед принес Мирону подарок. Сегодня 1 июня. День защиты детей в России, но в Германии тоже что-то с детьми связан. Какой-то праздник. Все тысячи, сколько много я от тебя видел. Даже доллары. Доллары, ну, подари. Прикольно так. Смотрите, 93 год. Тогда я была маленькой, беззаботной девчонкой. Шесть лет мне только было, я пошла в школу. Я помню, мне папа давал такие деньги. Это на шоколадки, на пирожки в школу. Вау, вот он тебя побаловал, да? Печеньки, шоколадки и мандаринчик. Ну, классно. Спасибо, дедушки, да? Да, это все мои деньги. Ты же вчера, он вчера мне, Мирон, отдавал все свои деньги в путешествие. И говорит, мам, я еще заработаю. Вот ты и заработал, да? Да. Друзья, на завтрак я готовлю тофу. Обсыпала тофу кукурузным крахмалом и обжариваю. Когда тофу покрывается такой золотистой корочкой, то можно снимать с огня. Сейчас в эту сковородку надо закинуть пару зубчиков чеснока мелко нарезанных. У меня чеснока нет вообще, поэтому я не буду добавлять. Теперь надо добавить две ложки чили соуса. У меня манговый чатни, я сама готовила. Здесь паприка, манго, уже не помню состав. Но сладкий такой соус. Огонь убираю до минимума. Две ложки соевого соуса и две ложки кетчупа. Добавляю немножко яблочного уксуса и добавляю мед. И теперь к этому соусу отправляю тофу обжаренный. Все, соус готов. Все, мое блюдо готово. Посыпала еще кунжутными семечками сверху. Очень вкусно, мы его очень любим, это блюдо. Я забыла еще брокколи добавить. Сейчас вспомнила, слава богу. Ты зарядку делаешь, да, и кушаешь, и все вместе у тебя, Мирон? Да, а улитка там, Вика, у тебя в домике свет. И вместе с маленьким фонариком она читает книжку. Пока мы кушаем, да? Я думала, улитка спит. А она, оказывается, читает книжку, да? Да, она вот так. М-м-м-м-м-м. Большое всего мне понравилось это и это. Хорошо свои. Соус и рис. Очень хорошо. Спасибо. Мирон играет вот с этими штучками, что-то здесь строит. Да, Мирошка? Это папина, а это мое. Смотрите, здесь такое стекло. Вот это стекло. И здесь тоже. И вот этот коврик оказался функциональным, да? Можно вот это все разбросать, и потом не надо каждую детальку собирать. Просто сложил в этот ковер и положил на место. Что, Мирон, гладить будем? Да. Смотрите, он за вещами приехал для глажки. У него тут гладильная доска и утюг. Утюг, кстати, нагревается. Многие спрашивают. Мы его покупали с рук. Видите, он вообще старинный. Я даже не знаю, что это за фирма. Короче, вот повезло нам купить маленький настоящий утюг. У нас уже последние приготовления. Последний раз уже глажу. Некоторые вещи еще остались. Кое-что из этого возьму, поэтому решила все погладить. У меня осталось еще одно незавершенное дело. Мне нужна джинсовая курточка на каждый день. И я была уверена, что Витя мне ее заказал. Но выяснилось, что нет. И мы только вчера об этом узнали. Завтра я уже улетаю. Поэтому мы сейчас едем в Дюссельдорф. Я хочу купить эту курточку. Дай бог, чтобы там были размеры. И мы улетаем. Кирингат. Я сегодня, если честно, пошла гулять с утра. И решила, что сделаю выходной. Не буду ничего снимать. Не буду ничего рассказывать. Полностью сконцентрируюсь на сборах. И просто отдохну, наберу сил перед предстоящей поездкой. Но вы знаете, я с утра начала готовить. И поняла, что я просто не могу не снимать. Это уже как будто бы в меня встроено. У меня был такой сильный диссонанс, что я хотела отдохнуть. Я не хотела снимать. Я себе пообещала, что все, сегодня у меня выходной. Но в то же время я так сильно хотела снимать. И я не знала, что мне делать. И в итоге я себя успокоила. Сказала, так, ладно, я буду снимать для себя. Не факт, что я выложу сегодняшний день. Но если мне хочется снимать, я буду снимать. Вот просто хотя бы для себя. Так что вот под таким девизом я опять начала снимать сегодняшний день. Мы с тобой вдвоём хорошо пойдём? Папа нас быстренько подождёт. Мы приехали. Теперь держим пальчики, чтобы там был размер. Ну давай, Зара, не подведи нас. Ура, всё есть. И размер подходящий. Кстати, она есть ещё в зелёном цвете и в белом. Да, смотри, белый. Вот такой. Белый тоже, кстати, прикольный. Зелёный мне не хочется. И вот такая она. С пуговичками. 29,95. Здесь всегда так много людей. Мы даже на кассе самообслуживания быстренько оплатили, чтобы очередь не стоять. В Заре начались распродажи на детские вещи. Я Мирону взяла ещё такую белую кофту с капюшоном на лето. И он себе кепочку выбрал. Скажи, Мирон. Ну всё, мы закупились с Мирончиком. Можно ехать. Никогда не обращала внимания, что по Дюссельдорфу тоже ездит двухэтажный автобус. Экскурсию можно сделать. Сейчас в Заре начались распродажи. И вы знаете, все такие классные вещи. Размеры, выбор. Вот сейчас, мне кажется, самое классное закупаться. Минус 40%. Сегодня Японтак ходят анимешки по городу. Вообще в Дюссельдорфе их много. Представляете, Дюссельдорф это самый японский город в Европе. Здесь проживает более 8000 японцев. Поэтому сегодня такой большой праздник. Японтак, они запускают салюты и празднуют свой праздник. Мне кажется, здесь в любой день, не обязательно, что какой-то праздник ты всегда встретишь в японской одежде людей. Особенно аниме. Они собираются в парках, мы сколько раз видели. И вообще вот на улицах города можно повстречать. Витина мама дала мне пончик в дорожку. Будем сейчас с Витей за него драться. Сегодня такая пасмурная у нас погодка. Но не холодно, хорошо. Чемодан собран, трансфер заказан, посадочные талоны у нас на руках. Можно расслабиться. Пойду просто полежу в ванне. Потому что у меня в голове столько мыслей перед дорогой. Чтобы все не забыть, надо немножко все отпустить и расслабиться. Соседи Мирону подарили печенюшки. И написано, что они без сахара. Надо вот их сфотографировать, запомнить. Если увижу, надо покупать такие. Мы прилегли все посмотреть киношку вместе. Называется Уикенд с Батей. Хороший такой фильм семейный. В конце можно поплакать даже. На ужин у нас будет паста. На отдельной сковородке обжарю помидорки черри. Немножко их посолила. Немножко примну помидорки толкушкой. Ушкой добавлю орегано, сушеный базилик, саду. И добавляю капельку меда, чтобы сбалансировать вкус. Вот такая у нас паста получилась. Я еще отварила брокколи и томатный соус. Мы вышли на доброе дело, да, Мирон? У нас есть лопатка. У нас есть вот такой мешок у Мирона. Давай посмотрим, как там выглядят эти луковицы, цветов. Цветы посадить. У нас здесь небольшие такие клумбы. И мы хотим их просто воткнуть. Это с нашего огорода с того года, чтобы они не пропали. Один даже уже сам начал, да, всходить? Да. Без зимы. Кидай, сынок, в ямку. Будем закапывать. Цветочки надо было замочить. Их так много. Но уже нет времени. Сажаем, как есть. Все, мы все посадили. Приедем, посмотрим, взойдет или нет. Теперь мы идем поливать голубику нашу на прощание. Вчера я увидела, что на нее поселились муравьи. И притащили туда тлю. Так что, возможно, один куст там не выживет. Может быть, и все кусты не выживут. Я не знаю. Надо чем-то обработать. Но мы завтра уже улетаем. Если у меня будет время на это, я почитаю. Может быть, Витя обработает. Подписывайтесь. Еще это слишком ужасно. И эти ячинки могут заразить нашу голубику, наверное. Я не знаю. Можете вы, подписчики, почитать Виталий Неча? Что надо делать, когда мы муравьи поселились? Что надо делать? Смотрите подписчики. Сейчас найдем. Вон их домики черные. Вот, видите, это черные, а это они. О, смотри, этот куст тоже. Вот, смотрите. Да, этот куст тоже. И смотрите, даже здесь. Мы сейчас нашу голубику польем на прощание. И потом уже Витя за ней будет ухаживать. Добавим удобрение. Разбавили водичку с удобрением. И я по такому большому ведру под каждый куст. Мирончик насобирал в землянику. И в ней очень много витаминов. У нас немножко как будто бы дождь капает. И солнце светит одновременно. Я решила пойти прогуляться перед сном. Самое главное, что я весь день хотела вас поздравить. С днем защиты детей. Вашим деткам здоровья. Радостного детства, счастья. Всего вот такого легкого и беззаботного. Я думала, что в Германии не празднуют День защиты детей. Ну, детский день называется в Германии. Киндертак. Потому что сегодня мне пришли уведомления от магазинов одежды. И там было написано Киндертак, минус 40%. И потом я поняла, что в Заре мы Мирону тоже взяли одежду со скидкой. Возможно, она была как раз в честь вот этого детского дня. И соседи пришли Мирона поздравить тоже. Так что, похоже, что в Германии это тоже отмечают. Напишите в комментариях, кто здесь живет и владеет точной информацией. Потому что я не знаю. Я немножко так волнуюсь перед предстоящей поездкой. Ну, совсем чуть-чуть. Мне кажется, что впервые мне удалось сохранить вот это внутреннее спокойствие. Вчера я немножко поддалась такой панике о предстоящей поездке. Что-то закрутилось. Собирала чемодан. Это взять, этому купить. Оставить вещи, которые Витя привезет. И все вот это продумать. Записать, чтобы ничего не забыть. И вчера я прям не могла расслабиться. Хотя я уже пошла и кино посмотреть, полежать. И как-то все равно мне было сложно. А сегодня я так плыву в потоке. Отпустила полностью ситуацию. Как будто я уже прибыла на точку. Все хорошо. Беспокоиться нечем. Все вещи со мной в чемодане. И вот в таком настроении я сегодня пребываю. Завтра уже в это время я буду двигаться в сторону границы. На встречу своей семье, маме, папе, своим братьям, своим племянникам любимым. Остаются сутки до нашего с Мироном отъезда. И я сейчас просто расслабилась и наслаждаюсь предвкушением. И хочется мне уже вас поблагодарить за то, что вы досмотрели это видео до конца. Потому что не хочется уже сильно длинное делать видео. Я и так умудрилась три дня в одно видео поместить. Следующая наша встреча уже будет из Калининграда. Так что мы обязательно увидимся с вами в новом видео. И я желаю вам всего самого хорошего и доброго. Пока-пока.